здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился а я здесь с вами и включила камеру не так не скажем не настолько вовремя насколько хотелось бы я же говорю что не всегда включаю камеру не всегда успеваю но вот сейчас вот успела успела последние шаги успела что я делаю на десерт на десерт я делаю домашний творог к сожалению у меня сейчас нету творога у меня нету творога козьего поэтому мне приходится делать коровий творог хотя козий творог это самый идеальный продукт также как и козье молоко мальчишкам моим также и там девочки ведь вы все время говорите мальчишкам одно понятно что подразумеваю из себя понятно что я это все кушать но мужчинам и нужно наверное больше чем мне потому что их допустим доза в день и моя это две огромные разницы поэтому девочки к себе не примеряем это им я делаю я сейчас уже замешиваю и даже не замешиваю а вмешиваю туда вовнутрь я уже размешала творог немножечко добавила сметанки домашней и вот эти вот и посмотрите какая яркость какой цвет шикарный это конечно же хурма сейчас идет сезон хурмы я конечно вам говорю вот сезонная хурма это то что нужно мы очищаем тоненько-тоненько пленочку убираем убираем тоненькую пленку сверху остальное все оставляем и эту хурму туда вмешиваем все очень просто даже если не вся пленочка ушла не беда сейчас уйдет вот так вот я очень люблю хурму смотрите почему я всегда кальций вернее творог а на творог я смотрю как на кальций потому что нам оттуда нужен кальций если вы думаете что вы твой просто с сахарком дадите творог своему ребенку то считайте что вы весь вот здесь вот это уберу вот это вот оставлю а это уберу и получается вот такая красота если вы надеетесь что вы кальций сейчас вот даете творог добавите туда сметанку сахар и ваш ребенок будет здоров простите меня я отхожу периодически потому что я делаю еще дела свои всякие разные то вы девочки ошибаетесь вот именно по этой причине и я всегда что-то туда вмешиваю потому что в одиночку кальций усваивается не лучшим образом необходим баланс с магнием и фосфором если этих минералов не хватает а подобный дефицит испытывают почти все городские жители то съеденный вами кальций окажется бесполезным девочки просто-напросто бесполезным вы же не хотите вот выбросить деньги пойти купить творог а творог это не дешевый продукт вы сами знаете но лучше есть каждый день творог не дешевый продукт и заменять допустим ну пусть будет ужин ужин вот такой вот вот такой вот вкусный ужин чем ерунду всякую есть знаете как посмотришь чем люди питаются и думаешь ну как ну как это картошка все время жареные эти макароны кого не спрошу из детей что вы сегодня кушали макароны макароны картошка картошка макароны да вы что девчонки да вы что я знаю что те та моя интернет семья которая смотрит меня которая давно влилась в нашу семью она использует абсолютно невероятные продукты и дела у них идут на лад причем семимильными шагами так вот более того при дефиците магния кальций не просто не усваивается а усиленно выводится запомните усиленно выводится потому магний добавляйте ешьте чаще творог в нем содержится кальций фосфор в оптимальной пропорции и достаточно также магния альтернатива творогу есть знаете яйца вот почему японцы едят много яиц а это прекрасная альтернатива а еще свежая зелень некоторые сорта рыбы например ставрида еще один вариант бобовые тоже очень классно и даже совсем неплохо если вы гороховый суп будете часто готовить или салаты с фасолью можно делать я не знаю туфу содержит кальций магний и фосфор в прекрасном соотношении также находится фасольки а вы знаете что магнием хорошо но богаты какао вот я даю например своему сыну если какао или деткам то козин на козьем молочке то я точно знаю что это молочко усвоится поэтому очень полезно делать именно какао там же есть магний и поэтому кальций не уйдет никуда он останется и усвоится хорошо еще знаете что цельнозерновой хлеб тоже очень полезен поэтому ну вот как-то так и еще чтобы усвоился кальций что нужно добавить кроме хурмы хурмы форме есть и кальций калий кстати магний и много минеральных веществ и вот это моя смесь вот это моя я не знаю палочка выручалочка которую я делала внизу будет ссылочка как обязательно посмотрите это просто изумительная приправа или не то что приправа это биологически активная добавка это уникальные минеральные вещества и тут есть абсолютно все что я туда ложила там и семена тыквы и грецкого ореха и конжут и ну в общем что мне рассказывать но посмотрите внизу будет ссылочка на то как сделать вот эту добавку пищевую добавку вот всего лишь сверху чайная ложка настолько обогатит протеином причем высококачественным протеином вы же знаете что вы сюда ни муку ничего такого не ложили да что нам приносит вес что у вас все натурально и безумно полезно и вот когда я добавила творожок вот эту смесь все я насытила и здесь у меня и орехи здесь у меня и разные семена все я насытила я знаю что этот творожок он усвоится но кроме этого мне нужно добавить витамин е и немножечко хочу облепихового масла вот немножко совсем чуть-чуть я всегда добавляю разные масла не говорите мне это несовместим это очень совместимо потому что мне нужно чтобы кальций усвоился вот что я сейчас делаю и он усвоится все буквально несколько капель у меня уже кстати облепиховое масло заканчивается а ведь я его использую еще и в масках так дальше нам необходимо вмешать одну две ну кому сколько чайные ложки меда и я в данном случае беру сафоровый мед мед сафоры очень полезный мед вот вообще сафоры лечебная уникальное дерево я про него уже делала видео и в этом году по моему в прошлом году и буду всегда делать потому что включаю камеру как делаю так и включаю все хорошенечко хорошенечко посмотрите какая это красота какая это прелесть ну и естественно нужно подать красиво как мне сын говорит мама ты не забудь орешки положить или сыночку конечно не забуду ты же знаешь что у меня есть смесь самое главное здесь хурма и вот это добавочка которая идет так дальше немножко посыплю сверху хочу беленького как снег черный не буду а вот беленький хочу вот и готов наш умный и полезный десерт будьте благословены вы и ваши близкие любите родных не ленитесь это все делается быстро и главное приятно делайте это все с молитвой с благословением слава богу что у нас это все есть а главное чтобы была мудрость когда есть мудрость тогда есть здоровье тогда есть все об этом четко все прописано в библиях в притчах читайте притчи и пусть ваши детки только радует вас и будут благословением вам и в старости пока пока ну а пока мы молоды как людочка говорит нам всем двадцать один плюс и будет так долго-долго пока пока